добрый день дорогие друзья на проводе как всегда реальная италия как вы уже заметили по теме тема достаточно серьезно дорогие друзья наболевшая внутри и вот сегодня я хотела бы просто какие-то мысли высказать вслух так как это мысли именно мои мысли мои какие-то взгляды на сложившуюся историю ситуацию славян в европе поэтому дорогие друзья я попробую поговорить на эту тему итак подмоченная репутация славян в европе ну дорогие друзья кто смотрит меня уже давно вы знаете что на территории италии я живу уже около 11 лет и за эти 11 лет 11 лет конечно же я варилась в итальянском обществе в различных ситуациях и поэтому у меня может уже сформироваться какой-то вообще какое-то мнение и я могу его высказать во все услышание ну вы знаете дорогие друзья в далекие 80-е годы 70 выход наших славян на европу был очень низок то есть в момент вот это вот засилье нашей коммунистической системы за границу попадали только элита люди которые занимались спортом может быть или какие-то какую-то научную деятельность то есть не всем за граница была открыта ну и уже на момент когда пришел к власти горбачев начали открываться вот эти вот двери в европу и в те моменты уже началась как бы вот это вот вот этот вот выход наших славян и вообще в люди в европу потому что почему-то считали всегда что европа это какой-то рай парадизу где вообще живут по-другому вообще как бы люди с другой планеты и поэтому хотели хотя бы что-то увидеть своим глазком увидеть и ощутить в этой европе поэтому вот именно в те моменты распахнулись двери в европу и начались какие-то культурные обмены между советским союзом еще да и европа европейскими странами и начался вот этот вот первый поток первое узнавание европейцев славян на территориях своих до своих стран ну и конечно же дорогие друзья конечно культурная программа это хорошо концерты выступления встречи и и тем не менее именно вот в эти моменты именно в далекие 90-е годы начался поток и как бы мафиозный такой вот поток переправление наших славян на территорию европейских стран значит девушек именно значит для того чтобы заниматься здесь какими-то моментами сами понимаете то же самое проституции и вот первые вот эти поток потоки славянок когда какие-то мафиозные структуры наладили вот этот вот значит поток прибытия наших славянских женщин на территории италии на территорию франции германии для того чтобы зарабатывать вот эти вот знаменитые легкие деньги вот именно в те моменты и начала наша как бы репутация и подмачиваться дорогие друзья естественно этот поток был отлажен очень прекрасным образом и на дорогах то же самое италии начали появляться первые славянки это девушки и из россии из украины и из беларуси тяжело было конечно но какими-то моментами умудрялись они завербовать и переправлять на территорию европейских стран наших славянок именно с того момента дорогие друзья когда значит европейцы увидят этих славянок и начала репутация наша падать просто стремительно вниз лететь и до сих пор хотелось мне бы вам заметить что большинство итальянцев так как мы же все равно в меньшинстве здесь вы понимаете как славян они мыслят вот этими стереотипами что славянки это в основном падшие какие-то женщины я понимаю что они ошибаются я понимаю что не все итальянцы так думают но поверьте мне очень низкий процент славян итальянцев например думает по-другому именно вот этот вот стереотип славянской женщины подмоченной вот в эти годы пронесся долгие долгие годы значит и укрепился скажем так в мозгах итальянского общества что ж поделаешь дорогие друзья такая вот у нас репутация благодаря вот этим первым потоком девушек несерьезного поведения на дорогах европы вот так вот мы и живем здесь маленький процент конечно же те которые женаты на своих славянках те которые имеют уже как-то родственные связи со славянами естественно они мысли ты понимают по-другому к сожалению это правда дорогие друзья ну что же мне хотелось сказать вообще что они думают славянских женщинах ну то что мы выяснили что мы падшие это уже да дорогие друзья ну и тем не менее тем не менее есть еще такие мысли что большинство попавших на территорию то же самое то ли беру к примеру италию потому что именно я живу в италии дорогие друзья женщин значит которая приехали работать которые остались здесь для работы значит и тем не менее значит что же думают вообще итальянки был конфликт кстати год назад очень конфликтное видео конфликтное видео вышло фильм на просторах нашего телевидения итальянского где вообще описывали славянок и как бы немножко принизили итальянок там вспыхнул конфликт и программа была даже в принципе этой закрытым так что ж хотелось сказать итальянки думают что вся масса женского рода попавшая на территорию италия значит именно рассматривают всех славянок как охотниц охотниц качатрич понимаете как то есть все славянки находящиеся на территории италии по каким-либо но я не говорю те которые замужем уже или к по каким-то родственным обменом приехали сюда то есть они рассматривают нас как охотниц за итальянскими какими-то привилегиями за итальянскими мужчинами за итальянскими благами не хочу кривить душой дорогие друзья процент может быть значит из этого из этих мыслей из этой истории конечно же высок что славянские женщины значит они достаточно в мыслях может быть и крутится у них такая значит мысли чтобы овладеть как-то действительно какими-то привилегиями какими-то моментами приятной красивой жизни в италии это достаточно высокий процент дорогие друзья не будем кривить душой кто не хотел бы себе итальянского мужа ну это очень маленький процент значит женщин таких патриоток например которые сюда приезжают работать значит добиваются больших успехов бизнес в уме на территории европы да конечно же они может быть и патриотки и у них все хорошо складывается в бизнесе им как бы вот эти вот благо итальянские как бы ультрафиолетово ну а основная как бы основной процент это женщин бедных несчастных которые например были брошены своими мужьями алкоголиками например да или же значит не что-то у них не сложилось тяжела была жизнь на родине они конечно же попав на территорию италии или каких-то других европейских стран хотят зацепиться за эти блага хотят заработать какие-то деньги ну а во первых человеческой природе как бы это характерно для человека искать какие-то вообще лучше лучшие моменты в жизни какие-то блага и более удобные какие-то ситуации для жизни ну что ж тут такого дорогие друзья но конечно же вот они попадают потом значит разбивают какие-то итальянские семьи например какие-то фиктивные браки устраивают какими-то путями овладевают например он отписывают им дома теплоходы пароходы есть такие случаи множество любовники эти итальянские для наших славянок такое есть дорогие друзья это скрывать не надо значит это горько правда и тем не менее эти случаи есть и поэтому значит репутация не как бы она не растет в положительную сторону да она понижается и скажу честно вот я отступила начинала начинала говорить что-то и перешла опять к другому моменту значит действительно дорогие друзья мы охотницы значит в лице славянского общества здесь на территории этих европейских стран и поменять психологию этого общества невозможно дорогие друзья просто невозможно значит они видят очень больших соперниц в наших лицах но и тем не менее они почему-то забывают о том что вообще я думаю что женщины славянки значит да и мужчины тоже мы не хуже как бы других каких-то европейских стран мы даже по всем по многим параметрам даже стоим на высоте по каким-то душевным качествам вы понимаете как но у них сложилось какое-то вообще впечатление о Советском Союзе о славянах что там все пьют водку пили пьют значит все женщины какие-то более-менее падшие мужчины алкоголики но по улицам ходят медведи и вот как я столкнулась вообще столкнулась в реальной жизни все это понятно дорогие друзья репутация подмочена но теперь в реальной жизни как я сталкивалась ну что дорогие друзья сталкивалась на очень простых моментах когда мы шли в какие-то коллективные на коллективные какие-то праздники на застолья какие-то ну все ж знали что я выходец из бывшего Советского Союза они мне не говорили что я например из Белоруссии они не помнили мою страну вплоть до сегодняшнего дня значит раз Белоруссия значит русская но в принципе я не сопротивлялась постепенно это уже мне как бы норма это вошло в норму то есть Белоруссия это на карте у них они не понимают что такое Белорусь они сразу говорят Россия Руссия я говорю ну ладно хорошо будет Руссия хотя у меня в Белоруссии есть мой президент моя независимая страна ну и тем не менее значит я русская так вот получается дорогие друзья по жизни но я не сопротивляюсь уже пусть будет так и так хорошо значит и вот застолья начинались вот эти вот сразу наливание вина и плюс ко всему сразу какие-то вот подколки от некоторых людей приходили вот водочки вы понимаете как водочки какая нафиг водочка дорогие друзья я пожизненно вообще алкоголь к алкоголю относилась ну настолько отрицательно если я выпивала где-то в компании какой-то тот бокал вина то это было уже хорошо для меня вы знаете как я водку вообще на дух не переношу хотя вот на подарки мужа вожу кстати то есть у них впечатление что все поголовно пьют водочку вы понимаете а для меня это были вот такие вот раны постоянно какие-то тонкие иглы которые мне вставляли в сердце у меня вообще семья то и не пьющая была отец вообще в рот не брал он где-то уже в глубоком зрелом возрасте где-то что-то ему там наливали полурюмки и все дорогие друзья он вообще не пил не брал в рот алкоголь он работал директором совхоза и был такой случай когда-то были эти застолья райкомовские эти да он должен был проставляться что-то там поил этих райкомовских работников это была норма и вот он выпил вместе с ними я помню вот это один единственный случай когда отец мой напился выпил он пришел домой ему было плохо его тошнило и я помню что моя мать была в шоке и даже я ему подавала потому что я думала что он умирает вы понимаете как подавала саму отцу тазик вот это я так хорошо запомнила поэтому для меня это очень обидно когда я попадаю в эти компании и сразу водка 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 селедка впечатление о славянском человеке водка вот это меня убивает сразу вам говорю вы знаете что я сразу начинаю ломать все стереотипы говорить что вообще ну как это так я вообще водку не пью и не пила и вообще ну доказывать что-то дорогие друзья невозможно у них это уже уже заложено они знают что где-то что-то и сто процент наводка все значит ну так как я не знаю считают ли меня падшие женщины наверное меня тоже как-то включают в этот список те которые может быть так как вы знаете мою историю что я вообще-то тоже замужем за итальянцем который ушел бросил свою итальянскую жену и ушел к белорусской жене ну естественно кто меня смотрит впервые можете там обо мне я рассказываю как я познакомилась как я вышла замуж в италии можете найти этот фильм ну дорогие друзья во первых ну так получилось конечно что он переключился со своей итальянской жены на белорусскую красавицу по тем моментам но что ты поделаешь это жизнь дорогие друзья но значит по всей видимости кто-то наверное так и считает и я это не могу изменить мнение даже обо мне дальше дорогие друзья репутация наша плюс ко всему они все время я вот спрашивала что вы думали о наших вообще коммунистах о нашей коммунистической партии у них почему-то в италии в какие-то далекие сороковые 50-е годы считали что коммунисты вообще ели детей вы представляете откуда у них такое вообще пошло у них как только говорят о коммунистах нашего например советского союза они а коммунисты а ваши коммунисты ели детей это вот вы понимаете какая информация сюда приходила в европу о нашем советском союзе что у нас там ходят медведи по улицам да коммунисты едят детей и все пьют водку вот почему на многих например каких-то открытках старых или даже не старых в настоящий момент вот изображение медведя балалайки и бутылки водки вот это вот впечатление она сложилась конечно повсеместно я дорогие друзья конечно не могу опять же кривить душой и не говорить что культура питья алкогольных напитков совершенно разная в италии и например в странах бывшего советского союза менталитет он разный дорогие друзья подходы разные естественно с древних времен с каких-то с далеких тех какие-то уклад жизни совсем был другой плюс климатические условия наложили отпечаток на наше общество славянское и конечно алкогольные напитки у нас пили и пьют по другой технологии дорогие друзья но я говорю о том что очень много славян наших абсолютно безразлично к алкогольным напиткам и значит ведут здоровый образ жизни но и вот это пятно темное пятно ложится и на их плечи вы понимаете то есть невозможно переубедить европейское вот это общество значит что это по-другому дорогие друзья вот такое пятно такие вот пятна лежат и скажем так на мне хотя я к алкогольным опиткам вообще никак не отношусь могу выпить немного вина но не заинтересованный человек абсолютно даже и вино я пью очень редко очень хотя тут потоки вина тут возможность большая употреблять хорошая вина но ну я все безразлично ну что я могу поделать я же не могу себя заставлять вы понимаете как значит вот такая ситуация дорогие друзья к сожалению это действительно так наша репутация в европе подпорчена и изменить изменить кстати вот эти вот выходы европейцев наших славян в европу уже в настоящее время ну может быть люди на отдыхе например они приезжали потоками когда вот до санкций вот этих вот приезжали потоками на территорию Италии отдыхать ну конечно люди расслабляются тем более что наши мужчины любят и выпить и значит естественно итальянцы это все видят в каких размерах наши пьют и в каких размерах и все это сравнивают конечно поэтому дорогие друзья вот такая у нас репутация они видят и на современном конечно этапе что русские славяне украинцы они любят хорошо поддать скажем так ну что ж тут поделаешь вот такая у нас репутация дорогие друзья так ну я не знаю может быть я кого-то обидела про репутацию к сожалению я несу этот крест вперед и борюсь постоянно постоянно кого-то должна я приубеждать в каких-то итальянских коллективах что я не пью и у них постоянно почему-то глаза лезут на лоб что я даже вино не пью но это бывает очень редко вот столько вот вы понимаете как и они очень удивлены почему вот эта славянская девушка она так не пьет и очень фильм уже долгий получается хотелось бы мне еще сказать значит цель моего канала было знаете поначалу доказать итальянскому обществу которое вокруг меня вообще кто такие славянские люди кто такие вообще славяне я себя славянкой потому что я белорусская я не могу говорить вы знаете понятие славян кто туда входит я хотела доказать что славянские люди они люди с высокой буквы можно написать это слово славяне вы понимаете как я хотела показать что они точно такие же культурные люди у них точно так же есть вкусы они точно так же разбираются во многих-многих вещах даже если у нас менталитеты разные и мы с разных планет но точно так же нам нравится и архитектура и культура и мы намного я скажу может быть даже и начитаннее и умнее вот этого общества в котором я живу понимаете как нам точно так же нравятся красивые вещи фирменные больших марок вы понимаете как мы в этом знаем толк и вкус вы понимаете как посмотрите как одеваются например русские девушки из Москвы Санкт-Петербурга какой у них вкус шикарный они просто звезды кремля по сравнению с итальянками понимаете и они точно так же разбираются во всех марках и хотят красиво выглядеть и вы понимаете как но у нас подмочена репутация к сожалению вот этим каналом я продолжаю доказывать итальянскому обществу что славяне это добрая душа это люди с большой буквы вот на такой ноте дорогие друзья я заканчиваю потому что фильм получился очень длинный не могу я вот так вот делать фильмы по 10 минут у меня не получается вы меня уже извиняете так кто впервые зашел на мой канал на проводе была как всегда говорю реальная Италия белорусочка которая приземлилась на территории Италии и ведет реальное повествование о итальянской жизни иммигрантов славян рассказываю об Италии практически правдивые моменты поэтому дорогие друзья кто впервые на моем канале подписывайтесь заходите в гости всех люблю целую обнимаю на проводе была как всегда реальная Италия пока пока